18 июня в манеже спорткомплекса Красная Звезда прошел четвертый турнир по ММА промоушена Шлеменко Файтинг Чемпионшип, посвященный 200-летию Омской области. Более 5000 зрителей активно поддерживали участников всех 12 боев, в которых соперничали спортсмены из России, Бразилии, Египта, Азербайджана и Узбекистана. В главном поединке известный омский боец Андрей Корешков сразился с бразильским спортсменом Леонардо да Сильва. А мяч в середине первого раунда захватил инициативу и быстро наращивал давление. Корешков сделал акцент на атакующие действия в партере и одержал досрочную победу на четвертой минуте второго раунда. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за тот потенциал, который вы создали, ваша поддержка на вас силы. Спасибо большое. Я хочу сказать огромное спасибо нашим главным партнерам. Подобные подсладшие энергии компания «Газпромнефть». Спасибо правительству Омской области за поддержку. И так же, ребята, я хочу поблагодарить одного человека, без которого и это все не было. Не было поменять, не было много чего хорошего в нашем городе. Это Александр Шлеменко. Я хочу сказать вам огромное спасибо за все то, что он делает для нас. За его правильную позицию, которую он настаивает. И мне очень приятно, что я его ученик. Церемонию награждения победителя главного боя провели Александр Шлеменко, депутат Госдумы Султан Хамзаев и заместитель председателя правительства Омской области Олег Заремба. У вас в регионе живет уникальный человек. Он хорош тем, что помимо того, что является топовым спортсменом в мире в целом, в системе ММА, он еще при этом подает правильные сигналы детям. Надо держаться подальше от алкоголя, от табака, от наркотиков. Это сегодня мало кто делает. Та работа, которая делается его школой, его ребятами, она видна. Она видна, и мы ее поддерживаем. Она правильная. Это патриотическое воспитание. Мы стараемся поддерживать максимально. И спасибо Александру Шлеменко, благодаря чьим усилиям сегодня у нас такие мероприятия проходят, с таким хорошим представительством из регионов России и международным. Также султан Хамзаев вручил Александру Шлеменко благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Знаменитый спортсмен ведет большую работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни. Я думаю, все вам нравится то, что мы делаем. Правильно? Да. Самое главное, что мы делаем это от души. От души для вас всех. За наше будущее, для наших детей, за наши процветания. В соглавном бою на 46-й секунде, а мич, боец команды Шторм Шлеменко Файт Тим Александр Осетров, нокаутировал спортсмена из Бразилии Вильяна Делиму. Я начал работать по плану на бой, который сам составил, сам написал, сам проанализировал соперника. И, в принципе, начал действовать по нему. Было только единственное неожиданное, что, когда я протягивал руку сопернику, он решил, пожав руку, сразу мне ударить. Чем самым поплатился за это. То есть я сделал подставку и ответил левой ногой в голову. Попал удачно. И начал добивать, и завершил досрочно бой. Победный порыв поддержали и другие бойцы команды Шторм Шлеменко Файт Тим. Высокий уровень мастерства и отличные волевые качества продемонстрировали спортсмены из Новосибирска. Вячеслав Бабкин в третьем международном поединке основного карда взял верх над египтянином Ибрагимом Эль Нагаши. Юлия Островерхова победила Ольгу Власову из Санкт-Петербурга. Ну, третий раунд обычно всегда, если какие-то есть пограничные, допустим, решения, то третий раунд всегда решающий. И на него всегда нужно, ну, в нем, точнее, выкладываться по максимуму. Я слышала, зал, и, ну, это дает дополнительную мотивацию. Отметим мы несколько побед спортсменов, выступавших в предварительном карде турнира. Вячеслав Птицын из Хабаровска и Руслан Чубанов из Омска выиграли свои поединки досрочно. Новосибирский боец Эльдар Далозин одержал свою четвертую победу в турнирах промоушена «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». Спортсмен взял верх над бойцом из Избекистана Рамзидином Омоновым.